Александр, тебе слово. Да, спасибо. Всем привет. В общем, сегодня я вам расскажу про Kekos, как он появился, вообще зачем, я считаю, нужно каждому инженеру по дипленингу написать какой-то свой велосипед, свою библиотечку, и почему от нее стоит в последующем отказаться. Немножко обо мне. Я сейчас тимлид в небольшом стартапе Wizi. Это стелл-стартап. Мы занимаемся генеративной моделями, пока я вам ничего больше сказать про это не могу. Еще я автор вот этого самого Kekos, и в ODS вы можете найти меня по этому нику. О чем же этот доклад? Ну, смотрите, я буду говорить в основном про дипленинг, в частности, про такой низкоуровневый библиотеку PyTorch, которая все знает про фреймворк, и про то, почему нужно писать какой-то велосипед для себя. Просто писать на PyTorch достаточно удобно, но рано или поздно вы начнете повторяться, у вас появятся какие-то там свои пайплайны, свои подходы, и захочется это во что-то обернуть, либо посмотреть на опыт библиотеки поверх TensorFlow Keras, где есть просто model.fit, и все, и про все можно забыть. И хочется что-то такое, чем-то воспользоваться. Первое искушение – это, конечно, взять готовое решение. Я хочу сказать, что для начала стоит этого избежать. Давайте поговорим про что же нужен фреймворк. Первое самое – это унифицировать вот эти самые пайплайны. Если у вас их много, задачи повторяются, вы хотите, чтобы не повторяться, не перекопировать код. Один раз у вас есть какой-то пайплайн классификации, вы его где-то вызвали, запустили, все работает. Это позволит вам ускорить эксперименты, вам не нужно будет думать уже о том, на самых таких инженерных вопросах, как там трейнлуп организовать и прочее, вы просто пользуетесь тем, что есть. Вы в идеале будете писать меньше кода, на самом деле это не всегда так. Ну и вообще это отличный повод прочитать доклад на пайдата, так что все равно советую писать. Значит, почему фреймворк не нужен? Потому что помимо кода вы еще и баги все будете копировать. Они точно будут, это 100%. Если это ваш велосипед, основная проблема, что ваши коллеги, скорее всего, не смогут им нормально пользоваться. И в команде это будет боль. С одной стороны, это может быть плюс для тех, кому нравится быть, знаете, таким мамочкой для всех, когда начинают пользоваться ваши библиотеки, люди не могут без вас работать. Ну, мне кажется, для команды это такое губительное воздействие. Но для вас, для кого-то это может быть плюсом в карьере, например. Еще неочевидный момент. Как только вы что-то написали под себя, и вам суперудобно этим пользоваться, вы начинаете на этом зацикливаться. И когда выходит что-то новое, новая фишка, новый подход к обучению, пока ее нет в вашей библиотеке, ну, как бы, ну, завтра попробую, там, потом напишу, и она как-то от вас уплывает. Вы начинаете отставать, а если ее надо впилить в свою библиотеку, то ее сложно вставить в свою там архитектуру как-то. Ну, в общем, все это откладывается и забивается. Вот. И еще есть одна особенность, что в реальной работе, когда у вас есть какой-то задача и продукт, обычно пайплайнов не так много, чтобы реально нужна была какая-то библиотека для пайплайнов. Ну, вы один раз его написали, а дальше модифицируете. У вас не так много экспериментов. Вот. Поэтому либо может стать просто источником лишнего кода и багов. Как же на свет появился кекос? Вот. Ну, для начала стоит, конечно, о важном поговорить, что же значит слово кекать. И сейчас это слово означает, ну, смеяться, насмехаться, накекать на коленке. Все, наверное, слышали. Ну, в общем, от этого и произошло. Мы просто, когда я работал еще в Дебрейне, стояли на кухне и, ммм, есть керос, а прикольно было бы, если бы был кекос, представляешь, ты такой кекер точка кека, и у тебя учится нейронка. И я так загорелся этой идеей, что решил, что должна появиться на свет такая библиотека. Это меня вдохновляло достаточно долго. Ну, собственно, и до сих пор. Что же собой представляет кекос? Это как раз маленькая-маленькая библиотечка. Я старался сделать ее как можно более простой, с минимальным порогом входа, максимально удобной для использования и заточенной под очень быстрые эксперименты, в частности, в ноутбуках. Когда надо быстро-быстро что-то проверить. Потому что на тот момент специфика моей работы как раз заключалась в том, что у меня были как раз… Я делал разные прототипчики, и мне нужна была какая-то общая решение, чтобы мне переписывать код. Какие фичи там в итоге появились, когда я разрабатывал? Значит, ну, для начала крутое имя, очевидно. Ну, и дальше почти весь там современный фарш. Float Point 16 тренинг, поиск learning rate оптимального, one cycle – это примерно то же самое, что warm-up. Логирование в Tensorboard, просто логирование в ноутбуке, отрисовка графиков, сохранение чекпоинтов для последующего там их микса, ансамбля и прочего. Ранняя остановка обучения, когда лосс вышел на плато, тест-тайм и augmentations, заморозка, разморозка участков сети, ну и кастомизация через callback. Вроде неплохой набор, но там нет нормального имени. Это один из самых частых вопросов, когда я выпустил. Либо, Саша, когда появится нормальное название? Я говорю, никогда. То же самое можно сказать про тесты. Там никогда не будет тестов. Но только если кто-нибудь их за меня не напишет. Документация. Я написал docstring, и это максимум, на что мне хватило. То есть никакой документации там тоже, скорее всего, не будет. И там нет достаточно сейчас важной вещи. Это distributed training, когда вы учите на нескольких машинах. Да, и либо основано, как и большинство таких библиотек, на механизме callback. Что это вообще такое callback? Это называется еще hooky, там какой-то event driving development. В общем, когда у вас процесс какой-то основан на циклах, callback – это способ в этот цикл встроить какой-то кусочек кода. Да вот, не знаю, у меня есть указка здесь? Нету, наверное. Ну, в общем, давайте сверху вниз. Вот слева, да, это типичный такой pipeline обучения. На каждую эпоху мы будем итерироваться по dataloader, брать batch, что-то с ним делать, там считать градиенты, loss, логи писать, делать backward и так далее. И у вас есть определенные стадии, да, в начале тренировки, в начале батча, потом в конце батча, в качале эпохи, в конце эпохи, в конце тренировки. И вот справа это такой типичный callback, который обладает методами на каждый из этих моментов. И, соответственно, модифицируя потом train loop, мы получаем какой-то такой вызов. У нас есть callback, которые в этот момент времени будут вызываться и что-то делать с кодом. Казалось бы, выглядит супер изящно и просто, но вот здесь как раз кроется вся сложность этих своих велосипедов. Потому что, первое, очень важен порядок callback. В каком порядке они вызовутся, это определяет прямо очень-очень многое. Этот порядок обычно кроме вас не знает вообще никто. Даже если это записано в документации, она, скорее всего, устарела. Или вы там что-то неправильно написали. Некоторые люди экспериментируют с как бы приоритетом callback. То есть у callback появляется какое-то свойство, которое определяет его иерархию в их callback иерархии. И это еще одно усложнение. Все становится еще запутаннее, потому что надо еще думать, а какой же приоритет у другого callback. Плюс, если мы посмотрим, вроде бы какой-то general loop, но это может быть обучение. Там же может быть валидация, там же может быть просто тест. И это дополнительные какие-то такие флаги, которые немножко меняют поведение. И все это надо тоже в callback учитывать. В итоге callback превращается из благословления в проклятие и очень сильно портит жизнь. Например, если этим сильно увлечься, как вот я сделал, например, я очень много сделал легкого в интерфейсах, но внутри в итоге из-за того, что callback я знаю только я, даже мне, если я там чуть-чуть давно не смотрел в код, что-то поправить уже начинаются проблемы, потому что все скачет по callback. Вы сделали очень компактный train loop, но вся логика, она по-прежнему сложная, она просто с глаз ушла, а там на фоне она все еще присутствует. Вот. Тут есть по ссылочке пример с туториалом по кексу. Если кому-то интересно, там признание потом выложат, можно в коллабе посмотреть. Пока что я просто покажу примерно по коду, как кексом можно пользоваться. То есть покажу пример интерфейса, что можно сделать. Вот начнем. Сначала мы получаем даталоадер в самом верху. Я этот код опускаю, это просто пайторчевые даталоадеры. Это не то, чем занимается кекс, он их просто потом обслуживает. Мы передаем их в класс data owner. Это просто такой name tuple, который держит в себе всю датку. Все, что про это надо знать. Потом обычная пайторчевая модель и обычный пайторчевый критериан. Можно какие-то свои написать, можно готовые, тут совершенно не важно. Дальше мы должны определить функцию, которая будет говорить, что же модель должна делать с батчом. Вот и все. Мы из батча берем батч это дикт, берем, здесь вот видно картинку, и модель возвращает результат прокручивания батча через ней. И все, что мы должны сделать после этого, это определить сам класс кекера. Кекер принимает в себя модель, данные, критериан, и дальше функцию, которая определяет поведение батча и модели. Можно передать еще метрики. Метрика это просто какая-то функция. Мы передаем ее как callable argument, оптимизатор торчевый и параметр оптимизатора в виде дикта. Там гораздо больше параметров на самом деле, но это такой минимальный набор. Опционально можно сразу перевести модель в fp16, если вы хотите этим заморочиться. Ну и после этого, чтобы начать учить, все. Вот все, что вам надо. Кекер.кек, и вы начинаете кекать вашу модель. Обычно для бейзлайнов мне хватало вот этого. То есть там сколько-то эпох поучить, посмотреть, что получается и дальше. Но если вы какой-то человек с амбициями, диплёнинг инженера, и хотите что-то advanced попробовать, можно попробовать разные оптимизаторы. Это меняется тоже очень просто дополнительными параметрами. Тут происходит как? Происходит перезапись того оптимизатора, который вы указали при инициализации кекера, временная. И потом после окончания вот этого цикла обучения он восстанавливается обратно. Поэтому это такое временное изменение позволяет быстренько что-то новое попробовать. Можно также шкидулер добавить какой-то совершенно. Можно кастомный, можно из торча. Тут видно, да? Просто передали сам шкидулер, передали параметр. Поехали. Логирование происходит просто, если вы указали папочку logdir. Тут нету какого-то определения, существует папка или нет. Kekos просто будет сыпать логи туда, если уж папка была не пустая. Ну извините, сами виноваты. Сохранение чекпоинтов делается тоже передачей всего одного аргумента. Это будет дикт, в котором обязательным является только параметр savedir. Все остальное это дополнительные крутилки, вроде по какой метрике сохранять лучшие чекпоинты, сколько лучше их сохранять на диске, какой будет префикс у их имени и в каком режиме. То есть вы хотите метрику считать в режиме максимальное лучше или минимальное лучше. Ранняя остановка обучения, про которую я тоже говорил. Тут вроде все понятно. Ну и все вместе это выглядит так. Если вы хотите совсем уж обмазаться всеми возможными там рычажками, то, пожалуйста, вот у вас такой будет вызов. Все это время, что мне нравится, кекер не надо переопределять. Модели данные остаются те же, вы меняете только гиперпараметр обучения. Это удобно использовать и в ноутбуках, и если вы хотите встроить это в скрипты обучения, написав сверху какой-то парсер конфигов. Если вы хотите воспользоваться заморозкой и разморозкой весов, для этого тоже есть интерфейсы. Причем я там позаимствовал, скажем так, в FASTAI вариант, когда вы отдельно там бач-нормы можете замораживать, размораживать. Ну, на деле мне это не особо никогда так значим не докидывал, но это просто есть. Сохранение загрузки весов тоже обычный интерфейс. Загружается и сохраняется только веса модели, а параметры обучения никак не сохраняются. Вот. В Kekos я сделал специально, для меня было нужно много разных инференсов, вариантов. У меня их целых четыре. Первый это предикт просто по тестовому даталоадеру, который мы отдельно передали. Второй это по тому даталоадеру, который мы специально специфически указали. И мы можем сохранить предикты как на диск в виде там NumPy array, либо просто их в переменную записать. Можно тензор торчевый подать в модель. Мы вернем конкретно на этот тензор предикты. Но там надо следить за размерностями, как это все в модель передается и так далее. Можно то же самое сделать с NumPy array. Ну и вот все. Это мне пригодилось, когда я обертывал в prod. Соответственно, это из этого все и появилось. Очень удобно. И, кстати, если вам нужен Kekos только для инференса, совершенно не обязательно передавать в него. Вот я сейчас отщелкаю назад немножко. При инициализации, вот видите, здесь достаточно много параметров передается. И во многих либах есть такая же история, чтобы вам просто что-то поучить, даже там просто инициализировать. Вам надо огромное такое полотнище передать, и там будут все параметры обучения и прочее. Здесь это немножко разделено. То есть инициализация отдельно, обучение отдельно. Если вам надо только инферить, то можно передать только модель. Все остальное будет падать с ошибкой, если вы решите воспользоваться. Так, где мы остановились? Да. Ну и еще несколько. Я не буду показывать там код и прочее. Это test time augmentations. Вармап обучение. Это то же самое, что one cycle, почти синонимы. Можно логи отрисовывать не только в тензербарде, но и в ноутбуке. Там обычная парсилка, ну и там кастомные калбеки. Вот. В общем, здесь я просто хочу показать вам, что для вас лично, если вы напишите либо, какие у вас будут бенефиты, что можно приятно. Во-первых, это весело писать либо с веселым названием. Кто еще не верит, можете спросить у Миши Свешникова про его либо эбонит. Это обязательно прокачает вас как DL-инженера 100%. Вы узнаете много нового о самой библиотеке, о диплёнинге, о процессах. У вас будет в руках инструмент, который заточен лично под вас. То есть обычно большинство лип, они все-таки навязывают какой-то способ обучения. И это их минус, и это минус в Кекоса в том числе. Но они отражают подходы авторов. И вы получите инструмент, которым очень удобно работать, и в работе он вам наверняка не раз поможет. И здорово, если вы его опенсорсните, и кто-то начнет им пользоваться. Например, для меня очень приятно, что оказывается Кекос уже есть где-то в продакшене. Кто-то смог доказать своим менеджерам, что Kekos.kek это серьезно все, ничего такого в этом нет. И это тоже для вас приятно будет, наверное. И теперь самое, наверное, интересное, почему же все-таки я решил от Кекоса отказаться и особо больше его не поддерживаю. Я начал работать в команде более плотно и начал какие-то свои пайплайны, которые написал, давать коллегам. И для меня это было что-то очевидное, но как только они начинали этим пользоваться, возникали какие-то вопросы, потому что нет документации, непонятна логика. Механизм колбеков, как я уже говорил, это на самом деле очень запутанная штука. И я вижу, что люди стали от меня в какой-то степени зависимы. Но это не очень хорошо, как я говорил. Еще в Кекосе нет такой современной штуки, как дистрибутед тренинг. И ее на самом деле не очень ревиально впиливать. Мне этим неохота заниматься. Просить команду дорабатывать мою личную библиотеку мне не хочется, поэтому нужно какое-то решение, какой-то общий велосипед, что-то такое. Плюс Кекос это все-таки либо, которые заточены в первую очередь под такие фитфорвард модели вроде классификации, сегментации, но мы реально не дальше. Там, где нужно, например, в генеративных моделях, где у вас ГАН, у вас будет быть несколько моделей, там несколько генераторов, дискриминаторов, там нужно несколько оптимизаторов для этого. И там уже все начинает усложняться настолько, что надо переписывать фреймворк. Ну и плюс название все-таки не всех устраивает. То есть есть люди, особенно из менеджеров, которые на это смотрят все-таки сурово. И мы решили отказываться. Сначала были разговоры там форкнуть, переписать, но в итоге нашли для начала попробовать что-то, что подходит под наши нужды, не обладая теми недостатками, про которые я говорил. Вот это либо, которое, как мне показалось, это немножко реклама, называется Pythorch Lightning. Она, в принципе, позиционирует себя и делает то же самое, что все остальные либо. Она автоматизирует за вас train loop, логирование, всякие FP16 переводы, оптимизацию, сохранение весов и прочее, но делает она немножко по-другому это. Про фичи немножко потом скажу. Ладно. Я бы сказал, что эта библиотека не готовая библиотека для использования пайплайнов, а это библиотека для написания своих пайплайнов. Это что-то промежуточное между библиотеками уровня Kekos и чистым Pythorch. То есть там нужно пописать достаточно много кода. Здесь я у всех методов убрал код, но он везде есть. Поэтому это полотнище такое на несколько экранов, но оно позволяет под себя очень гибко все настроить. И в этом интерфейсе можно делать ганы, можно NLP, любые там sec-to-sec модели, детекцию, что угодно туда можно впиливать, но нужно пописать код. На мой взгляд, для реальных задач это более чем приемлемо, потому что, как я говорил, у вас для продукта будет там несколько пайпланов, которые вы просто будете тюнить, и они должны быть читаемы. То есть скрытой логики должно быть как можно меньше. Я не могу сказать, что в Lightning нет какой-то скрытой логики багов, она есть, но нам понравилось, что там достаточно много большой комьюнити, много звездочек, issues, там они развиваются, и у них есть доки, кстати. Тоже прикольно. То есть по фичам там примерно то же самое, но есть distributed training, есть быстрый дебаг, проверка модели, там grid search на кластере. Ну и самое, что мне больше всего понравилось, и команде, и distributed training уже из коробки, очень хорошо написанный, и относительно имеющихся альтернатив. И гибкость. Вот. Собственно, после того, как вы создали вот этот cool system, это поверх пайплайна Lightning, все, что вам нужно, это передать его в трейнер и зафитить. Казалось бы, все так просто выглядит, но по факту там опять такие полотнища кода, что-то надо переписывать, но из этого все равно рождаются какие-то свои пайплайны. Вот. И, собственно, мы очень быстро подошли к заключению. Все, что я хочу сказать этим докладом, это то, что свой велосипед для диплёнинга, мне кажется, сейчас, это очень полезное дело для каждого инженера. Я советую всем присоединяться к велопараду. Пишите, делитесь кодом, смотрите на другие какие-то реализации, выкладывайте в open source, это очень весело. Если вы можете, постарайтесь получить от этого как можно больше фана. Это вас прокачает, но не зацикливайтесь на этом. Этот опыт вам даст понимание процессов, которые вы сможете применить уже в более серьезных проектах и в разработке. Как-то так. Спасибо. Спасибо. Вопросы? Все доходчиво? А, нет. Не все доходчиво. Привет. Спасибо за доклад. Скажи, а ты часто встречаешь, чтобы твои коллеги писали свои кекосы? Ты как к этому относишься? Я, значит, отношусь к другим кексам очень положительно. Я всегда говорю, что надо писать, ну, когда свой велосипед есть, это здорово. Просто в рамках команды, мне кажется, он должен быть общий. Вот, а так я, да, я встречаю, сейчас я скажу. Ну, на самом деле, каталист, это тоже другой велосипед, он, наверное, постарше, так, пошире, чем кекос, но это тоже другой велосипед. И поверх Lightning у меня один знакомый пишет, поверх MCV другой. Есть еще, у Саши Мамаева тоже свой. Ну, то есть сплошь и рядом встречаются ребята со своими велосипедами. Если ты пишешь это для себя, для тебя это суперудобный инструмент. Но в нем обычно не хватает каких-то глобальных фичей. И вот есть недостаток такой, я еще раз повторю, на нем люди начинают зацикливаться. То есть пока этого там нет, мозг, он инертный, как бы он не хочет что-то новенькое впиливать. Тем более, чем он больше, в большем функционалам он обрастает, тем сложнее туда добавить новый, потому что все эти зависимости и прочее. Вот, поэтому, мне кажется, человек, который пишет такой либо для себя, он очень хорошо прокачивается, Ну, и тут главное не зациклиться и быть способным в команде принять общую какую-то сторону. Еще вопросы? Кеки? Нет, все, ты взял и так даже каталист Кекосом назвал. Нет, я не сказал, что это Кекосом. Окей, давайте еще раз поблагодарим Александра. Академия? Академия? Ну.